Что надеть на 1 сентября учителю? Платья, костюмы. Образ на 1 сентября деловой, с нотками торжественности и праздника. Воспользуйтесь советами и одной из идей, чтобы выглядеть стильно. Основные советы для женского наряда на 1 сентября. Актуально несколько вариантов одежды, юбка и пиджак, блузка, брюки или классическая. Платье для мужского образа нужна рубашка, брюки, галстук и пиджак, кардиган или жилетка. Выбирая блузку, не стоит зацикливаться на белом цвете. Этот цвет более повседневный. А вот палитра постельных цветов отлично освежит образ. Для мужчин тоже лучше выбирать рубашку, полоску, клетку или постельных. Оттенков юбка должна быть до колена или чуть выше. Короткая или слишком длинная юбка будет неуместна. Иногда в образе хорошо смотрится юбка миди. Но такой фасон подходит не для всех фигур. Брюки должны быть классическими. Недопустимые джинсы, даже темный цвет брюк или юбки может быть самым разнообразным. Черный, темный, синий, серый, бежевый или даже белый. Принт в виде продольной полоски выгодно удлинит фигуру. Подберите аксессуары, которые будут гармонировать с вашим нарядом. Если у вас прическа, открывающие уши, можно надеть объемные серги. Желательно, чтобы обувь не была на плоской подошве. Но и высокий каблук будет затруднять движение. Оптимальный вариант – танкетка или маленький каблук дейнаряда для 1 сентября. Сочетание кофейной юбки и белой блузы. Выгодное сочетание, которое смотрится нарядно. Этот образ дополнит объемное черное колье или серьги. Туфли – классические черные, сумка коричневая или черная. Некоторым типажам очень идут яркие костюмы. Если вы один из них, то смело можете надеть яркий деловой костюм. Ведь 1 сентября – это весомый повод сочетания синего, сливового и голубого крайне необычно. Но это привлечет к вам внимание, а образ получится сдержанным и нарядным одновременно. Попробуйте совместить эти цвета в различных элементах одежды. Черные брюки, белая блузка и серый кардиган. А сдержанная классика. Чтобы оживить образ, подберите серый светлого оттенка. Деловое платье также может стать нарядом на 1 сентября. В этом наряде важно подобрать фасон, который будет выгодно смотреться на вашей фигуре. Больше женских деловых образов смотрите. Статья «Деловая женская одежда» 2021-2022. Модные советы. 86 фото требования и правила делового дресс-кода для учителя-мужчины. Будет идеальным надеть классический костюм и рубашку яркого цвета. Например, небесно-голубую. Стильный галстук. Финальный штрих к образу письма первокласснику от учителя на 1 сентября. Сделайте красивый конверт в форме портфеля, чтобы вложить туда письмо первокласснику. Воспользуйтесь распечатанным шаблоном. Чтобы использовать его как основу для конвертов, возьмите лист цветного картона и аккуратно вырежьте форму конверта, загните по указанным линиям, добавьте рисунки и декор, чтобы придать конверту тематический вид примеры. Текст для письма первокласснику. Здравствуй, мой дорогой ученик. Давай знакомиться. Я твой учитель имя. Ты на пути взрослой жизни, конечно, немного обеспокоен. Но будь уверен, этот этап подарит тебе множество чудесных моментов преданных друзей знаний. Мы будем вместе учиться всему, что пригодится тебе в будущем. Я уверена, что ты полюбишь свою школу. А мы вес станем большой и дружной семьей. Добро пожаловать, добро пожаловать, юный ученик. Вот ты и в школе, где тебя ждут новые увлекательные приключения. Да-да, именно так. Ведь новые знания – это тоже приключения. Ты сможешь проникнуть в тайны математики, научиться читать и писать, будешь путешествовать по странам и континентам, знакомиться с окружающим миром. У тебя появятся новые друзья, с которыми вы будете вместе проходить все этапы. Я верю, что все у тебя получится. И ты обязательно верь сам в себя. Успехов тебе имя, что говорить на 1 сентября первоклассникам. Речь учителя – вот и прошло теплое лето. Мы все отдохнули и подготовились к новому учебному году. Для наших первоклассик – это первый шаг во взрослую жизнь. Для выпускников – это последний год в любимой школе. Для остальных классов – это Новый год, который несет в себе много нового и интересного. Хочется пожелать вам, дорогие ученики, лишь успехов в новом году. Пусть вам покорятся трудные вершины знаний. Наберитесь терпения и трудолюбия, тогда вы обязательно преуспеете. Не сдавайтесь, встречая на своем пути трудности. Помните, что только упорство прокладывает дорогу к вершинам. Поздравляю вас с началом нового учебного года и с праздником 1 сентября. Дорогие ученики и коллеги, вот и начался Новый год – новый шаг к знаниям. Мы все учимся друг у друга. Новый учебный год обязательно принесет нам много радостных моментов, праздников и приключений. Пусть всех нас обходит стороной лень, апатия и недовольство. Пусть наша большая школа будет наполнена дружбой, поддержкой и пониманием. Ученикам желаю побольше открытий и положительных эмоций. Родителям и учителям терпение и самообладание. С праздником, дорогие друзья! Какие подарки первоклассникам на 1 сентября приготовить от учителя? Оригинальную открытку, сделанную своими руками. В ней можно написать напутствие и пожелания для первоклассников, плакат для всего класса, где в игровой форме будут распределены обязанности всех учеников, закладка для книги. Каждому ученику она обязательно пригодится в учебном году. Интересная ручка и блокнотик, в котором ученик сможет делать личные записи книгу. Этот подарок можно сделать с участием родителей. Этот подарок будет приятен и полезен детям. Сладкий подарок. Но его нужно изначально обсудить с родителями и руководством школы. Если никто не против, то такой подарок будет уместен совет родителям от учителей. Школа для ребенка – это тяжелый стресс. Поэтому учитывая это, постарайтесь в семье создать доброжелательную и спокойную обстановку. Стабильность в эти дни просто необходима ребенку, поэтому все переменные поездки, которые планировали, сделайте до 1 сентября. Дайте ребенку 2-3 месяца для адаптации, только потом рассматривайте для него кружки и секции. Ваш ребенок уникален. Не надо сравнивать его с другими детьми, только сравнивайте его с самим собой, акцентируя внимание на том, что он теперь стал уметь делать. Создайте ему добрую мотивацию к обучению, только хваляя его за любые успехи и достижения. Не концентрируйте его внимание на неудачах. Внушайте ему, что любые проблемы он преодолеет. Что не бывает успеха без неудач. Просто сегодняшний промах завтра можно исправить. Ниже приведенные советы подходят родителям и для подготовки детей к школе и для адаптации ребенка к школе.